Ой, Миша, а тебе ничего, мужики, про меня не рассказывали, нет? Ничего не сказали? Ну, ну что? Всем сказали тебе нет. Лучше бы наоборот. Ну, ну что, они знают, а толку-то от них. А ты не знаешь, ничего, всё равно угостишь. А я же, это, неделю назад помер. До смерти. Да в огород пошёл, чё тут, чё пошёл, сроду не ходим тоже. Это бог наказал. И прямо это, Миша, солнышный удар. После вчерашнего. У башки с такой высоты, как дашь. Ну, это, заклинило сердце от жары. Это клиническую, получается, смерть принято. И прямо возле помидоров-то бряк в это, в огурцы. И всё, душа отскочила. Ты прям, знаешь, как будто, знаешь, интересно, вот, как будто я лечу. И вроде легко-то, как будто меня нету. Крыльев нету, а лечу как-то, вот, одни штаны. Ну, неудобно, первый раз на деревне, чё же быть штанов. Скорость такая хорошая. И никто не сказал тебе. Да ты чё, я такого натерпелся, не дай бог, Миша, тебе так, два раза. И вдруг, ага, я чую, коп, это, ворота. Ой, да высокие, да красивые. Да ты что, резные такие они все, кованые такие, из дуба. И этот встречает меня на воротах-то. Апостол Пётр, Пётр. Да, Павел в отпуску был. Апостол попалил, просился. И это, я тебе скажу, среднего роста, такой крепкий мужик-то, такой весь сбитый, ну, видно, что выпивает. И сразу к мне вопрос, говорит, а кто такой, чё тебе раньше не видать в какой деревне? Говорю, да сверхобского я. Ну, чё такое-то, говорю, я первый раз сегодня помню, где ты мне мог видать раньше? О, ага, вот, да. Главный-то вопрос он, какой-нибудь задаёт, обещал ли ты человек? У меня спросил, да кто же тогда весёлый, если не я? У меня же бабы из дома завещали пять раз, только выгоняли. О, я набрадовался сразу, пошли, говорит, к нам. Тебя нам только не хватало, мол, ага, и пошли, ну, в рай, в рай, конечно. Куда мне ещё возьмут? Я подсудимый с ним. Ну, заходим, я тебе скажу, Миша, красота! Ты когда-нибудь в Барнауле на вокзале в шашлычной был? Ещё красивше. Вот, все весёлые, вот как он говорил, так и есть. Все радостные, друг дружку обнимают. У них же там, видишь, это же не как у нас, у них же там всё для людей. Всё же продумано, понимаешь. Там же, если с утра Миша 150 не выбил, тебя и на работу никто не пустит. Строгость страшная, да то что? Не дай бог, вот даже кто забыл, бывает, утром там, так жена за ним с бутылкой, да сам в автобусы бежит. Не увернёшься, выпьешь обязательно. Всё для людей, а как? Все весёлые, друг дружку обнимают. Это, свояка я, кстати, встретил своего, да, там встретил, ага, ну, в тем году помер тоже. Весёлый был человек, ага, пошёл купаться и забыл, что зима-то. И до проруби не дошёл. Хотя нет, дошёл, конечно, мы же его не нашли. И вот я тебе скажу, все весёлые, милиция выпьемши вся. Вот гаишник, допустим, я тебе скажу, для примера. Вот стоит гаишник, ты едешь за рулём, выпьемши, конечно. Кто тебя отрезал за руль, пацай. Подъезжаешь к нему, он тебе должен отдыхнуть. Если от тебя запаха и от него нету, всё. Если запаха нету, 15 суток тут же я мог. Тут всё, строго, страшно. Всё для людей. И это, а они-то все весёлые, слышишь? А у меня-то всё сосёт. Мне-то тяжелее, чем им-то. Я аж прям весь мучаюсь, сказать неудобно, в первый раз же познакомился. И он прям как слышал меня, говорит, а не пора ли нам со знакомством? Я говорю, ничего себе спросил. И что за воротами пора было? Ну, мы в клуб пошли, и мы в буфет заходим. Миша, очередь. Короче, чем у нас, намного. Человек на шесть. Ну, а его же все знают. Без очереди, конечно. Я с ним так бочком-бочком. Их прилавочку наливают, как у нас. Ничего не могу сказать. Под самый край. Даже чокаться не стали, чтобы не расплескать. Ну, со знакомством. Как, дерьябнули по стакану с ним. Ой, как меня тряхнёт. И обратно в помидоры. Ой, очнул себя в холодном поту. Да в каком поту? Это старуха по-моему вчерашними холодными окатилочками. Ну, на небе выпил, на земле запустил. Эти закуски несло от меня на самой бане ещё. Ой, и ты не слыхал ничего такого. Да ты что? Не дай бог, мне ж тебе дожить до такого. Ох, что я тебе рассказывал-то к чему? Ох, Господи, это же я... Не хотел ей говорить. Ну, раз уж начал. Когда в буфет дошли, смотрю, отец твой навстречу, Сергей, сварщиком там, как и здесь же. Хорошо зарабатывает. Обнялись с ним, он прям как заплачет. И говорит, прости меня за Мишку, что он тебя там при жизни редко угощает. Появится, говорит, здесь 7 шкур с его спушил. А я же знаю, он как сказал, так и сделай. Кинулся заступаться за тебя. Еле отговорил его прям кое-как. Вот ты и подумай, как тебе дальше-то жить. Время тебе мало осталось. 15 минут, закроют магазин-то. У тебя дома есть? А чё ж ты молчишь-то, нервы все вытянул с меня? Отдаёт мне вот тут один забор. Всего до дому-то. Иди, конечно, ты чё ж... Ох, чё ж он делает? Иди, конечно. Осторожно, не оставь всё на заборе-то. Давай, сынок. Ага. Аккуратней там. Плеть я не помню. Это, слышь, Миша, ты закушки сразу прихватни тоже, чтобы в два раза не бегать. Ага. Ой, ты молодец. Ой, молодец. Вот, оказывается, как. Оказывается, есть он бог-то.